Рашисты опять устроили войну мопедов и теперь уже окончательно понятно, что они действительно планировали любыми средствами нанести максимальное разрушение Киеву. Максимум этих пепелатцев опять запустили на Киев, но субъективно большую часть сбили еще на подлете, дальше от столицы, чем прошлой ночью, когда лупили уже просто над городом. Есть и некоторые нестыковки в отчетах, которые можно найти в открытом доступе. Вот информация от военных. Отсюда следует, что снова сбили все, что летело, но есть два интересных момента, на которые нельзя не обратить внимания. Первый из них дает городская военная администрация в том плане, что повреждено что-то из объектов энергетической инфраструктуры. Возникает вопрос о том, как произошли эти повреждения, если все сбито. И второй, в отчете указана одна сбитая крылатая ракета Х-51. Согласно ТТХ этой ракеты, она была запущена уже не стратегическим бомбардировщиком, а фронтовым или многоцелевым самолетом. Скорее всего, он подлетел со стороны БССР или Федерации к границе и оттуда произвел пуск. То есть это уже не массовый запуск, который могут проводить стратегические бомбардировщики или корабли, где один носитель имеет кратный восьми пакет ракет, а одиночный пуск. Поскольку такая ракета имеет общую массу до тонны, то на фронтовой аэроплан таких можно повесить максимум две. А это уже совсем не тот эффект, какой всегда желает иметь свихнувшийся фюрер. Он мыслит масштабами танковых лавин и стян огня. Другой вопрос, что с такой ракетой надо подлетать достаточно близко к границе. Ее максимальная дальность полета менее 300 километров. А ведь, чтобы долететь до Киева, ей уже надо пролететь более сотни километров от границы. Это значит, что такой самолет уже может попасть в зону действия нашей ПВО, и, наверное, однажды будет принято решение о том, что рубить это железо на их стороне. Кстати, это может сделать не только наше ПВО, но и авиация. Но очевидно, что пока нет политического решения именно на такие превентивные меры. В то же время стало известно, что после пуска этой ракеты громко прилетела на аэродром Балтимор в Воронеже. Смотрите по ссылке под этим видео. Вполне возможно, что это как раз и было Алаверды ВСУ. Пока неизвестно о том, куда именно прилетела, но звук в самом Воронеже был зачетный. В предыдущую ночь таки отстрелялись стратеги, а чтобы наполнить залп, стреляли еще и корабли Каспийской флотилии. Этой ночью упор был на дроны, потому что с остальным явно не складывается так, как им хотелось бы. И это при том, что практически все дроны уже сбиваются, а тем временем наши ПВО пополняются все новыми умными штучками. И когда мы недавно рассказывали о том, что спустя какое-то время Украина будет иметь самую плотную систему ПВО в Европе, а может быть и не только в Европе, мы точно не рассчитывали на то, что это произойдет так быстро. Если мы способны полностью сводить на нет работу целого класса массово используемых летательных аппаратов, то это оно. Вряд ли так может сработать ПВО любой страны континента прямо сейчас. Но все то, что мы наблюдали и наблюдаем в небе, имеет свое продолжение или начало на Земле. Мы подробно рассказывали о том, как наши военные внесли существенные коррективы в планы предновогоднего мегаудара по Украине, нанеся упреждающий выпад по авиабазе в Энгельсе, где самолеты стояли на Земле. Но тут следует учитывать еще один крайне важный момент, который мы всегда упускаем просто потому, что так устроена наша психика. Когда мы смотрим и слушаем все, что происходит в нашем небе, фокус событий оказывается вот прямо здесь и сейчас. То есть противник валит ракетами или дронами, а ПВО валит в ответ. Но это еще не все. В это же самое время ВСУ выкатывает такую обратку, что российским оккупантам даже кушать не хочется, а многим уже никогда и не захочется, ибо есть уже ни во что и некуда. Просто в этот момент наше внимание сконцентрировано на том, что происходит вокруг, и мы не знаем, что прямо в этот самый момент в Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской области местные военные усиленно курят с известными последствиями. Но есть и вообще показательные симметричные варианты, о которых просто надо знать и понимать, что без ответа террор не останется. Причем ответ дается практически мгновенно, только в отличие от врага по военным целям. Вот пускай каждый задаст себе вопрос о том, подозревал ли он, что Путин попытается испортить новогоднюю ночь обстрелами. Нет? Оказывается, никто не сомневался, и ВСУ тоже, и поэтому новогодний ответ получился ярким и праздничным. Как видно, наши военные подошли к вопросу творчески, и в плане эстетики тут все в порядке. Хаймарс оказался расцвеченным праздничными рождественскими огнями, а командир расчета вообще оделся в костюм Санты, чтобы эффект был однозначным и читался легко, без вариантов. Как можно понять, стреляли спокойно, без спешки, чтобы каждый боеприпас ушел, как настоящий подарок, мастерски выполненный и прилетевший именно адресату. Так оно и произошло. Снаряды легли четко в цель, которой оказалось здание ПТУ, в котором разместились 600 чмобиков. Там же стояла техника, вооружение и, главное, боекомплект. Наши постарались действительно на славу и положили все не просто в цель, а как минимум одна ракета нашла место хранения боеприпасов. Говорят, что взрыв был не то, чтобы каким-то феноменальным или необычным, поскольку там видели куда более красочные и яркие сцены. Ведь здесь были боеприпасы именно для этого батальона, а взрывались армейские склады, что дает масштаб взрывов и визуальных эффектов намного больше. Тем не менее, именно для расположения батальона такого количества боекомплекта оказалось вполне достаточно. Здание, где находились чмобы, сложилось полностью, как и не было его в том месте. Понятно, что вся техника пришла примерно к тому же самому виду, что и здание, и на том боевой путь этого батальона закончился. А как сообщают коллеги, начинался он ярко и публично. В сети имеется видео, где именно эти чмобики пешком идут на полигон и поют «Катюшу». Как и многие предшественники, на замену которым они пришли, даже не поинтересовавшись, куда же все те делись вместе с регулярной армией, эти тоже считали войну каким-то веселым приключением. Поэтому с явным удовольствием позировали под камеру друг другу и показывали, какая длинная у них колонна, а поэтому страшные и несокрушимые. Они так и говорили под запись, что никто их не сможет остановить. Видимо, пересмотрели да и коты свой телевизор, да еще и в компьютерные игрушки резались, где вверху красуется количество жизней, которые можно пополнить, если что. Но вот произошло то, что у линии фронта случается давно и чем дальше, тем чаще. Любители повоевать даже не добрались до линии фронта, но уже отвоевались. И вот что пишут их паблики именно по этому эпизоду. Причем мы наблюдали за комментариями темы в ее развитии, а поэтому можем сказать о том, что первые сообщения были в стиле «десятки погибших». Чуть позже речь пошла о 100+, только жмуров. Потом рассказали о 200, 300 раненых, но очевидный символизм с выражениями «груз 200» и «груз 300» говорит о том, что это укрупненно приближенные данные, точность которых оставляет желать лучшего. Ну и последнее, что удалось увидеть, так это данные о 300 жмуров просто в одном месте. Но вот что интересно, уже после этого появились сообщения о том, что там сотни погибших, а сколько точно неизвестно, продолжается разбор завалов. И все бы ничего, если бы не многочисленные фото с места событий, на которых видно, что особых завалов там нет, как нет и самого здания. А раз так, то разбирать там нечего. И что-то нам подсказывает, что речь идет не о разборе завалов, а неопределенность с останками, в том плане, сколько их там. Некоторые сообщения напирают на то, что кроме точно установленного количества прижаренных оккупантов, есть категория пропавших без вести, и поэтому пока нельзя называть окончательный результат. Субъективно складывается впечатление, что там вообще нет выживших, и сколько их было на месте, столько и уйдут в потери убитыми. Ведь в данном случае речь идет не просто об удачном прилете ракеты, когда наибольшие потери бывают вблизи эпицентра, а сдетонировал БК, который был здесь же. Просто прикинем, что если туда отстрелялся один Хаймерс, то это пакет из шести ракет по 95 кг БЧ в каждой, а это получается 570 кг взрывчатки суммарно. Но когда прилетает в хранилище боеприпасов, то детонирует сразу несколько тонн взрывчатки. И все это или рядом с расположением, или прямо в нем. В таком случае панельная конструкция превращается в огромную братскую могилу. Здесь интересен еще один момент. ВСУ никак не комментирует этот крайне успешный удар. Ведь одно дело выковыривать чмобов на поле боя, а совсем другое упаковать их в деревянные макинтоши оптом, как произошло в данном случае. Тем не менее, наши молчат, а вся информация идет с той стороны, прямо от противника и от наших, находящихся в оккупации. Именно в данном случае причины молчания ГШ оказались легко читаемыми. Обычно наши военные не очень комментируют события, произошедшие только что или на днях. Часто подробности тех или иных мероприятий комментируются спустя довольно продолжительное время, и поэтому здесь мог быть именно такой случай, но не в этот раз. Оказывается, что наши навалили примерно таким же самым образом еще в нескольких местах, в частности на Донбассе и в Херсонской области. Поэтому «Очень голубой огонек в Макеевке», плавно перешедший в концерт имени товарища Кобзона, был не единственным, и возьмись наши комментировать подобную тему, возникли бы затруднения с тем, о каком именно фестивале надо рассказать в первую очередь. Поэтому инициатива комментариев ушла на ту сторону, и мы читаем у Гиркина, например. Здесь он чуть не спел песню, в которой есть слова. Мне кажется порою, что солдаты превратились в белых жигулей. Мы в общем считаем, что мобиков, которых кидают в Украину по ведомостям, нет смысла проводить под фамилии и именем, а можно сразу кодировать как гасномер будущей белой лады. Кстати, по поводу зэков от Вагнера, это вообще не составит проблему. Они давно привыкли жить под своим номером на зоне, так что и проблем с кодировкой не будет никаких. Кстати, в эту же ночь оптовый замес был и у пригожинских военов. Нам достоверно неизвестно, кого наши украшили из его синей пяхоты, синие у арестантов, сидевшие на зоне и имеющие тюремные татуировки синего цвета. Возможно, это был знаменитый петушиный батальон. На такие мысли наводит речь самого Пригожина, который приехал на место, где собрали мобилизантов. Смотрите по ссылке под этим роликом. Как видно, временно их собрали в кульки и уложили штабелями в неизвестном подвале. А Пригожин, расхаживая между кусками мяса, рассказывает о том, что у них закончился контракт и теперь они едут домой. А еще он покойников поздравляет с Новым годом. В здравом уме и твердой памяти даже совсем притрушенный пациент вряд ли будет говорить такое над покойниками. Но в данном случае о чем-то или о ком-то нормальном говорить не приходится. Ну а мы возвращаемся к заглавной мысли и обращаем внимание на то, что пока над нашими городами ПВО и ВВС рубили ракеты и шахеды, ВСУ выкатывали такую обратку врагам, что Остап Ибрагимович Бендер с его собственной мясохладобойней только присвистнул бы. Им прилетело в сотни раз мощнее, причем точно и точечно, исключительно по военным целям, как это замечательно умеют делать наши военные. И в завершении еще один необычный момент. По слухам, противник или намерен вывести, или уже вывел из акватории Черного моря все свои оставшиеся носители ракет «Калибр». С той стороны сообщают о том, что рашисты слегка впали в панику, поскольку обнаружили выцеливание этих носителей средствами БПЛА ВСУ или средствами воздушной разведки НАТО. Окупант уверен в том, что ВСУ уже располагают вооружениями, способными поразить эти носители даже в Новороссийске. Именно поэтому «Калибры» запускали из кораблей Каспийской флотилии. Но тут есть небольшой нюанс. Врагу приходится все дальше оттягивать свои ударные средства от территории Украины, поскольку те становятся уязвимыми на все больших расстояниях. И у нас нет сомнений в том, что ВСУ прекрасно знают, где стоят их корабли на Каспии. Если они считают, что оттуда можно обстреливать Украину безнаказанно, то пусть попробуют убедить в этом персонал авиабазы в Энгельсе. Совсем недавно они тоже так думали. Так что каждый выстрел по Украине для врага не останется безнаказанным. ВСУ спрашивают за это, и чем дальше, тем жестче. Мы переможемо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok